Здравствуйте, друзья! С вами Геннадий Бабак. Сегодня немножко обновим информацию по торговым стратегиям RoboForex. Возьму вот любой из дней. Вторник, понедельник. Давайте возьмем понедельник. Закачаем сейчас на бэктестер данные. И посмотрим, как работает стратегия, которая позволяет вам практически не использовать стопы, при этом быть абсолютно защищенным от любых движений рынка. Стратегия эта использует график портфолио, то есть график дельты между несколькими валютными парами. Получается так, что если я, например, хочу работать по иене, то у меня будет часть кроссов иены открываться. Мажор, например, иены будут открываться в одну сторону, кроссы иены в другую сторону. Это делается не просто так. Как тестируется это портфолио, выбираются, скажем, цифры, с которыми, где сколько покупок, где сколько продаж. Но в целом, когда это уже все сделано, то выглядит это достаточно элементарно, просто. И здесь не надо быть очень каким-то образованным, грамотным суперпрограммистом, чтобы понять, как это все работает. Смотрите, вот у нас сейчас загрузятся графики, и я покажу, на что нужно обращать внимание трейдера, грубо говоря, при выборе, с какой конфигурацией этих пар работать. Смотрите, вот у меня есть портфолио. Это мы видим сейчас график спреда вот этих всех пар, которые входят в это портфолио. При этом это действительно дельта, то есть вы видите, что вот она близка к нулю, потому что часть позиций, например, кроссы фунта открываются по единичке на бай, а мажор, фунт, доллар открывается на селл. Та же история по всем остальным позициям, всем остальным вот здесь вот портфолио, которые созданы. Значит, сейчас нужно дать время немножко прогрузиться информации. Ну, на что мы смотрим? Как только что-то такое вот уходит глубоко в минус, да, я могу начинать с этим работать. То есть все, что мне надо сделать, это просто открыть позицию по портфолио. Она будет включать в себя вот эти позиции. Часть из них, видите, открыта на бай. Опять же, кроссы канадца. Сам мажор канада открыт на продажу. Все, что нужно делать мне, это периодически поглядывать, можно ли уже восреднить позицию. Причем, еще раз говорю, что здесь усреднение не тяжелое, потому что вся, все портфолио дельта близка к нулю. То есть любое отклонение, сильное, глубокое отклонение в ту или иную сторону, оно будет стремиться к тому, чтобы выровняться, вернуться к нулю, вот сюда, в эту срединную точку, в срединную зону. Поэтому мы, собственно, эти отклонения и покупаем. И дальше наблюдаем за тем, как время перегоняет все это дело в нашу сторону. Сейчас покажу это живьем. То есть здесь, в принципе, не нужны какие-то сигналы, не нужны какие-то специальные варианты работы с Боллинжером. Причем, это здесь не принципиально, потому что нам просто нужно физически видеть, что да, пара падает, вернее, портфолио падает в среднем. И я его, соответственно, покупаю внизу. Можно продавать те портфолио, которые активно растут. То есть важен тот же принцип. Активное движение, активное отклонение от нулевой дельты. Преимущество, опять же, в том, что у вас здесь, вы не можете здесь сильно залететь, потому что у вас есть одна из пар, которая дает плюс, когда все остальные дают минус. Или наоборот, когда там кроссы дают плюс, мажор дает минус, но в среднем это все держится достаточно сбалансировано. И именно за счет вот этой сбалансированности вы можете практически, без боясь того, что называется, расслабиться и заниматься своими делами. То есть чем больше отклонение, чем глубже ушло это отклонение, это для вас не минус, а плюс. Тем быстрее вы там сможете купить, например, и вы понимаете, что это отклонение, оно ненормальное. Оно будет стремиться к тому, чтобы вернуться сюда, к серединке. Вот как вот с этими линиями Боллинджера, если средний взвешенный, здесь средний. Любое отклонение от крайних зон, оно чревато тем, что рынок пытается втиснуть это все назад. Здесь примерно та же схема, только более широко. Вот, то есть любые неожиданности, которые выбивают стопы в обычном случае, причем даже если вы удачно встали по позиции, очень часто идет большое движение, резкая волатильность, какой-то шип или еще что-то, и вас высаживают. Здесь как бы брокер не видит, не понимает, что вы делаете, потому что для него, у него это как бы, ну вы видите, это разные пары, что-то открыто на buy, что-то открыто на sell, нет стопов, то есть для брокера это как бы обычный трейдинг какого-то там новичка, который тупо не понимает, что он делает, что-то наоткрывался туда, наоткрывался сюда, сидит и плачет, да? И еще не плачет, но уже в шоке. Для нас же это оптимальная ситуация, потому что мы понимаем, что брокер не сможет тут при всем желании как-то даже понять, о чем идет речь, потому что стопов нет. Позиции разнонаправленные. То есть, ну вопрос, что делать? Ничего не делать, он не может же вашу позицию тупо закрыть, потому что ему захотелось. Вы по-любому получите свой плюс. Вопрос времени. И как раз это именно то, что меня заставляет вам показывать эту стратегию, что даже если вы не будете, не решитесь купить таймору там со стратегиями и так далее, то, по крайней мере, это один из вариантов, который поможет вам немножко думать по-другому начать, да? То есть старайтесь оценивать ситуацию не с точки зрения, куда пошла пара, там, насколько удачно мне можно зайти, где поставить стопы, а с точки зрения того, что вы должны торговать так, чтобы в конечном итоге вы всегда были в плюсе. Это сложно сделать, если вы не будете себя изначально тренировать в этом плане, да? То есть почему? Потому что ваша ментальность сразу же построена неправильно. Все годы, вот эти вот, последних лет 15, все учат тому, как бы, весь рынок построен на том, что да, надо найти точность входа, поставить стоп поближе там и так далее, что усреднение это плохо, то-то-то, то-то. В общем, все это, все это учит вас тому, как делать, мыслить неправильно. Правильный вариант мышления, это мышление, которое позволяет вам изначально построить алгоритм на своей работе таким образом, чтобы он был настроен на 100% результат. То есть вы хотите зарабатывать, да? Как долго это все может длиться? Ну, в течение суток обычно разрешается это все в нужную сторону, ну, может и дольше, но для вас не принципиально. Вы здесь, единственное, зачем вам нужно следить, это то, чтобы у вас было достаточно средств на счете, потому что здесь открываются позиции, видите, уже достаточно большое количество. То есть эти варианты для счета не для тысячи долларов, то есть это хотя бы от трех тысяч долларов, чтобы мы могли нормально зарабатывать каких-то 50-100 долларов в день. Не заботясь, опять же, о том, что там происходит с рынком. Фактически у вас может быть на смартфоне стоять просто приложение с дукоскопи, да, вы будете видеть общую позицию в целом. Хотя, опять же, здесь я могу установить тейк-профит и таким образом, чтобы как только позиция общая достигает, например, там плюс 50 или плюс 100 баксов, в среднем вот эта дельта под нее, да, прибыли, чтобы машина сама закрывала все. Это тоже здесь возможно сделать. Несложно. Ну, посмотрим сейчас, какое максимальное отклонение нам даст вот это вот портфолио по иене. В идеале дожидаться вот именно таких глубоких движений, потому что они, чем шире, то есть это как тетива лука, знаете, чем шире она, больше она натягивается, тем быстрее она потом влетает в обратную сторону все. Ну, как сейчас мы наблюдаем, собственно. Ну, можно, кстати, выбрать для себя какие-то варианты пар, которые активно двигаются. Вот Канада и иена, и как раз это один из таких вариантов, потому что на Америке по Канаде очень часто в связи с нефтянкой там происходят изменения и так далее. Ну, сейчас она переходит уже в плюс это портфолио. Опять же, мы ничего не выдумывали, мы увидели отклонение, активное движение, портфолио на продажу, мы зашли несколько раз, усреднились, получили среднюю позицию ближе к рынку. Ничем не рисковали, потому что у нас что-то было на бай, что-то на сел открыто. Сейчас это все плавненько переходит в плюс. И опять же, те люди, которые пользовались стопами, или там стояли не в ту сторону, они уже в минусе. У нас же минус текущий, просто показывает, что рынку нужно больше времени, чтобы выровняться. Сейчас они будут тестируют, да, рисовать нижнюю границу канала. Ну, опять же, это обычный график. Видите, здесь машина сама много чего рисует. Вот она каналы нарисовала, да. То есть, с точки зрения трейдера, это обычный график. Вы могли бы здесь заходить по этому портфолио на бай, да. Но можно работать с этими графиками, как с обычными. Просто я показываю сейчас такой быстрый вариант. для того, чтобы вы увидели, что это несложно все делается. Окей. Также, да, это вот для вас это обычный график. То есть, если бы вы хотели продавать, вы бы сейчас продавали, да. Если бы вы хотели ждать разворота на покупку, сейчас она тестирует нижнюю границу канала, создает, и потом идет разворот на покупку. То есть, здесь можно кучу всего нарисовать. Всяких систем и так далее. Фибоначчи и всего прочего. Пожалуйста. Но, еще раз говорю, что преимущество этой системы в том, что мы ничего не выдумываем. Да, то есть, идет работа рынка, работа с волатильностью. Мне все равно, что там происходит. Потому что стопы, функцию стопов выполняет другая тема. А так, да, все то же самое. Все можно рисовать, смотреть, куда пойдет. Пожалуйста. График объема. Все, что хотите. Ну, с единственной разницей, что мне все равно, куда она пойдет. Вопрос просто времени, и я все равно буду в плюсе. Та же абсолютная история по иене. Здесь мы уже в плюсе. Сейчас будет интересно. Вот где-то до 0.75 мы точно увидим прямо сейчас. Вот оно пошло в обратную сторону. Опять же, еще одно преимущество. Мне не надо переживать о счете новостей, когда это случится, что, кто. Мне все равно. Я точно знаю, что это произойдет. Просто потому, что портфолио построено таким образом, что отклонение в любую сторону стремится к тому, что рынок уравновешивает это все. Это портфолио, оно должно быть близко к нулю. Вот к этой точке. 0, 3, 4, 0. Вот здесь. Это идеальный вариант. Но я его так точно не выводил. Но смысл в этом. В этой стратегии. Ну, здесь все понятно. Давайте смотреть по Е... Это у нас Ена, да? Давайте посмотрим Канада. Да, там та же ситуация. Чуть-чуть меньше мы здесь усреднялись. То есть, можно ли, например, было предсказать вот здесь, что это финиш движения вниз? Ну, надо смотреть историю, где там во что они упирались, какие уровни, но по большому счету нет. Мне важно не это. Мне важно, что я увидел движение вниз, я зашел. Я просто добавился. Так что, это считайте, что вам дают свежие пирожки горячие. То есть, можно брать холодное, а это как раз самый свежий горячий пирожок. Вот оно вывалится. То есть, отклонение набирает силу. Для меня это выгоднее. То есть, как бы все боятся, что вот, ну вот сейчас я тут залечу опять. Нет, я в этой позиции, для меня это отклонение, оно жизненно важно. Потому что такое отклонение просто потом быстрее переходит в плюс. Вот и все. И ничего не надо выдумывать, никакие волны, ничего считать там, все это глупость. Вот уже мы в плюсе. Ну, собственно, вот так это все работает. Уже достаточно длительный период времени записывает и все. По стоимости, ребят, сама стратегия, я не продаю сейчас ничего отдельно, кусками. То есть, я устанавливаю все вам настрою. Сначала на тестовом демо-режиме. Таймор и месяц бесплатно. Значит, возьму за работу 500 долларов, не меньше, потому что это мое время. Этим всем занимался. Я сделаю для вас эти все портфолио, все за вас настрою. Оно будет у вас работать, так как вы видите, это у меня. Счета, с которыми вы будете работать, это минимум 3000 долларов. Ну, потому что ежемесячная оплата самой Тайморы 250 долларов. Сейчас я с этого ни копейки не получаю, к сожалению, но такая картина. Дальше, если стратегия будет давать вам в день даже тех же 50 долларов, ну, возьмем на 20 дней, это 1000 долларов, ну, даже если поделить это на 2, пусть это 500, 250, и так далее. То есть, где-то в районе 250, где-то в районе 300-500 долларов вы со счета в 3-4 тысячи долларов можете иметь ежемесячно, используя стратегию, которая дает вам самое главное. Снимает с вас переживания на тему, шо делать на Форексе, понимаете? Куда бежать, стоит волноваться или нет. Мой скайп будет в описании к этому видео. Буду рад с вами пообщаться. Звоните просто так пообщаться, если есть дополнительные вопросы, все обсудим.